Сегодня у нас очередное занятие по двигателям внутреннего сгорания. Корпусные элементы двигателя внутреннего сгорания. Будут рассматриваться следующие вопросы. Первый вопрос – общие сведения. Второй вопрос – блоки и картеры двигателей. Третий вопрос – головки цилиндров. Четвертый вопрос – гильзы цилиндров. Пятый вопрос – уплотнение газового стыка между головкой и блоком. Шестой вопрос – цилиндры и картеры двигателей с воздушным охлаждением. В основном мы будем рассматривать двигатели с жидкостным охлаждением. Далее. Ключевые слова – блок цилиндров, головка цилиндров, картер, поддон, газовый цик, орибленные цилиндры, коэффициент орибления, сухая гильза, мокрая гильза, цилиндры, жесткость блок картера, капитационные процессы, управляющие прокладки. Значит, первый вопрос – это общие сведения. Корпус двигателя является комплексом базовых элементов, на которых монтируются его основные механизмы и системы, а также устройства, с помощью которых обеспечивается установка ДВС на транспортном среде. Блок цилиндров. Вот здесь показан блок цилиндров. Шестоцилиндров от двигателя, блок цилиндров, значит, есть блок цилиндров из серого чугуна с верхней и нижней частью. Атомы вместе с гильзами, между гильзами. Значит, вот здесь тоже блок цилиндров, атомы вместе с гильзами, между гильзами. Есть так называемая жидкостная рубашка здесь. Рядные были двигатели. Вот здесь двухрядный или V-образный двигатель с блоком. V-образного 80-литрового двигателя. Дальше. Значит, к неподвижным элементам относится блок цилиндров, и, так, головка цилиндров, картер маховика, и сцепление гильзы цилиндров, крышка блока. Ну, здесь крышкой блока нет. Крепежные детали, кронштейни, прокладки. Далее. Вот тоже. Значит, здесь тоже блок цилиндров двигателя с сухой гильзой. Так называемая сухая гильза. Здесь с мокрой гильзой, вот мокрой, когда омывает жидкость, называется мокрая гильза. И здесь показаны детали двигателя с воздушным охлаждением. Значит, корпус формируется совокупностью следующих элементов. это цилиндров или блок цилиндров, головки цилиндров и картера, который обычно состоит из двух разъемных частей. И нижняя часть картера, двигателя с мокрым картером, называется нижняя часть картера. Значит, когда нижняя часть заполняется маслом, это называется, вот нижняя часть картера называется масляным пунктомом. В автотакторных двигателях внутреннего сграния, внутри цилиндрового ее пространства формируется съемная головка цилиндров, которая с помощью анкерных и силовых шпилек фиксируется на блоке, а стык между ними, который называется газовым стыком, уплотняется специальной прокладкой. Имеется конструкция с моноблочным корпусом, в котором блок и головка цилиндров выполняются в виде единой подливки. Ну, здесь у нас практически нет. Значит, автотакторных двигателей с наибольшим распространением получили компоновочные схемы с расположением цилиндров в один ряд, это так называемые рядные, однорядные или по-другому линейные и двухрядные или по-другому V-образные двигатели. Значит, компоновка корпуса и конструкция отдельных его элементов во многом определяется типом системы охлаждения двигателя. Для двигателей с жидкостным охлаждением возможно объединение цилиндров в единый узел, который называется блок цилиндров. А в двигателях с воздушным охлаждением используются индивидуальные поребренные цилиндры, которые мы только что видели, что определяется технологическими сложностями отливки в виде единого полка. Значит, каждый цилиндр здесь открывается отдельно. В ряды случаев цилиндры оснащаются съемными элементами, называемыми гильзами, гильзы цилиндров чаще всего. В практике двигателя строения при наличии технологических возможностей предпочтение отдается блочным конструкциям корпусных элементов, что обеспечивает наибольшую жесткую скорость без существенного увеличения его металлоемкости. В связи с этим в автотракторных двигателях с жидкостным охлаждением блок цилиндров и верхнюю половину картера обычно выполняют в виде единой подливки, которая называется блок-картером. Дальше. Второй вопрос. Блоки и картеры двигателей. Блок цилиндров состоит из следующих элементов. Это боковых и торцевых стенок, цилиндров, межцилиндровых перемычек. Иногда эти межцилиндровые перемычки могут отсутствовать. И верхней горизонтальной плиты, объединенных термином «жидкостная рубашка». При отливке цилиндров совместно с «жидкостной рубашкой» и при отсутствии установленных тонкостей на гильз, сухий гильз, так называемый сухий гильз, блок называется не гильзованным блоком цилиндров. Если цилиндры съемные и омываются охлаждающей жидкостью, то их называют мокрыми гильзами. Какие элементы корпуса двигателей с жидкостным охлаждением воспринимают нагрузку газовых сил, различают следующие силовые схемы. ДВС с жидкостным охлаждением. Рисунок А с несущим блоком цилиндров, с несущей рубашкой и с несущими силовыми шпильками. С несущим блоком цилиндров – это когда силой давления газов наружаются элементы блока цилиндров. Сила давления газов действует на вот эти шпильки, приходится вот эту силу. А также воздействует на коренные опоры волшебников. Разновидностью данной силовой схемы при мокрых гильзах является несущая рубашка. В этом случае газовые силы нагружают только стенки жидкостной рубашки. Дальше с несущими силовыми шпильками. Вот силовые шпильки. Все силы. При этом элементы блока цилиндров в результате предварительной затачки в шпильке находятся в сжатом состоянии. И газовые силы разгружают их. Блок картеры, выполненные по данной схеме. Силу их меньшей нагруженности могут развиваться из алюминиевого сплава. Из алюминиевого сплава. Практика двигатель строения выработала ряд типовых приемов, позволяющих повысить жесткость корпуса без существенного увеличения их металлоемкости. Это какие мероприятия? Значит, выполнение корпуса двигателя в виде единой отливки. Дальше. Использование полноопорных коленчатых полов. Дальше. Оребрение перегородок коленных опор и боковых стенок блока цилиндров и картера. Дальше. Усиление боковых стенок блока цилиндров и картера за счет придания им парочной формы. Вот здесь. Вот они. Вот это E. Это в виде арочной формы. Далее. Уполнение плоскости крепления масляного бантона ниже плоскости разъема гринных опор, вследствие чего силы и моменты, передаваемые на корпусные элементы, воспринимаются большим объемом металла. Далее. Применение горизонтальных шпилек для дополнительной связи крышек коренных с картером. Это особенно важно для объединения картер двухобразных двигателей. Далее. Объединение крышек коренных опор вала в одну монолитную конструкцию в виде специальной нижней коробчатой части картера, которая изготовляется из алюминиевого сплава. Следующее. Исследование тоннельного карта, не имеющего разъема. Вот здесь рисунок 2A. Переход неполноопорного к полноопорному. Здесь, смотрите, 3 опоры на этом конечном валу. Значит, 4 цилиндра, а опор всего 3. Значит, это неполноопорный. Следующее. То же самое 4 цилиндровый двигатель имеет полноопорную конструкцию. Значит, имеется, как мы знаем, количество цилиндров плюс 1. Значит, 5 коренных опор. Это называется полноопорное количество вала. Значит, дальше рисунок B. Это оребрение перегородок коренных боковой стенок. Получены вот здесь делаются ребра, которые позволяют отводу теплоты от нашего двигателя. В рисунок. Понижение плоскости разъема картера. Значит, разъем картера находится внизу. Вот здесь находится на определенном расстоянии. Это тоннельник. Это объединение крышек коренных опор в единую конструкцию. Значит, в единую конструкцию. Это арочная форма. Здесь совмещение G. Совмещение оси анкерных шпилей с осями блок болтов крепления крышек коренных подшипников. Для уменьшения деформации блок картера оси анкерных болтов целесообразно вот то, что мы сказали, что позволит избежать появления дополнительных моментов нагружающих его элит. Применение не гильзованного блока цилиндров обеспечивает высокую прочность и жесткость блок картера. Значит, такая конструкция способствует уменьшению гоноритов и массы корпуса и сокращает объем его механической обработки. Дальше. Материалы корпусных деталей. Значит, блок картер в основном изготавливается из чугуна или алюминиевого сплава. Алюминиевый сплав по сравнению с чугуном менее износостойок, имеет в 2,5 раза меньшую плотность, в 1,5 раза меньшую прочность, в 3 раза большую теплопроводность, вдвое больший коэффициент линейного расширения. Для обеспечения требуемой точности и жесткости элементов конструкции блок картера из алюминиевого сплава имеют большие размеры, что частично нивелирует их преимущество по массе по сравнению с чугунными блоками. В целом, изготовление блок картера из алюминиевого сплава позволяет уменьшить массу блок картера до 30% и массу всего двигателя на 12-20%. Нижняя половина картера выполняет роль резервуара для сбора и хранения масса и изготавливается либо штамповкой из листовой стали толщиной 1,5 мм, либо отливается из алюминиевого сплава. Для повышения жесткости и интенсификации охлаждения его внутренней и наружной поверхности в ряде случаев рубляют. А в зоне стыка с верхней половины картера приваривают пластину из листовой стали. Следующий вопрос. В соответствии с функциональным назначением Конструкция головки цилиндров должна создавать объем камеры сгорания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ее форме способом организации рабочего процесса. Дальше. Обеспечивать оптимальную конструкцию впускных и выпускных каналов. Создавать надежное уплотнение газового стыла. Осуществлять режим циркуляции охлаждающей жидкости, обеспечивающий наименьшую тепловую напряженность элементов ловки на всех режимах работы. И обеспечивать рациональное размещение необходимых металей двигателя. Какие-то свечи в двигателях, дюзеля, форсунки, опоры распределительного вала, которые монтируются на головке цилиндра. Головки цилиндров выполняют в виде единой отливки для одного ряда цилиндров или индивидуально для каждого цилиндра. Значит, общая головка цилиндра для всех. Например, четырехцилиндровый цилиндр имеет общую головку цилиндра. Или, может быть, для каждого цилиндра можно отливать индивидуальную головку одного цилиндра. Значит, индивидуальные головки позволяют минимизировать их термические деформации, что позволяет повысить эксплуатационную надежность газового стыка, улегчить монтажно-демонтажные работы при производстве, ремонте и эксплуатации двигателя. Головки данного типа обычно используют в двигателях, форсированных наддувом. В головках из чугуна температура поверхности камеры разгорания достигает до 350 градусов Цельсия. Переплаты температуры между отдельными точками доходят до 150 градусов Цельсия. Значит, вот здесь градиент температуры. Значит, там градиент температуры может составлять от 6 до 10 Кельвин на каждый миллиметр. В головках из алюминиевых сплавов, обладающих большей теплопроводностью, максимальная температура не превышает 300 градусов Цельсия. Значит, на 50 градусов меньше, потому что теплоотдача у алюминиевых сплавов больше. Переплаты температур тоже до 60 градусов Цельсия. А градиенты температуры полтора 2 Кельвина на миллиметр. Более благоприятное тепловое состояние головок из алюминиевых сплавов позволяет успешно использовать их в двигателях, форсированных наддувом. Четвертый вопрос. Гильзы цилиндров. Значит, сухие гильзы изготавляют двух видов. С верхним опорным бурлом. Вот здесь. Вот рисунок. Основной тип гильзы цилиндров. А здесь без гильзы. Значит, здесь 5. Это сухая гильза. И здесь сухая гильза. Потому что здесь есть стена. Стена. Значит, здесь в этом случае сухая. Гильза без опорного буртика. И с верхним опорным буртиком. Вот здесь находится опорный бурт. Толщина этих гильз поставляет от 2 до 4 миллиметров. Вот эта толщина. Гильзы второго типа запрессовывают блок с некоторым натягом с целью фиксации и окончательной обработки. Значит, здесь натяг присутствует. Гильзы с опорными буртами по завершению механической обработки запрессовывают в блок. Обычно это блоки из алюминиевого сплава. И устанавливают в нем по скользящей посадке с зазором от 0,04 до 0,04 миллиметра. Разновидностью сухих гильз являются укороченные вставки из повстенечества чугуна в зоне цилиндра. Особое внимание при использовании сухих гильз выделяет обеспечению хорошего контакта с блоком. Вот здесь должен быть хороший контакт. В противном случае ухудшается в условии теплоотдачи гильзы в охлаждающую жидкость. А радиальное распределение температур становится более неравномерным, что вызывает в нее нежелательную термическую информацию. Докрая вставная гильза имеет опорный фланец. Дальше, значит, мокрая... Это рисунок 10-3-2. Это мокрая гильза. Потому что это мокрая, потому что омывается охлаждающей жидкостью. Снаружи омывается охлаждающей жидкостью. Мокрая с верхним опорным фланцем. Вот здесь опора. Находится вот здесь, на площади. Здесь опорная поверхность блока. Это гильза. Мокрая с нижним опорным фланцем. Значит, здесь не наверху, а внизу опора. Значит, первый – это опорный фланец. Направляющая пояса. Второй – это направляющая полоса. Вот это направляющая. Или цифровые полоса. Три уплотнительные кольца. Значит, здесь уплотнительные кольца. Вот здесь уплотнительные кольца. Здесь то же самое. Вот это уплотнительные кольца. Далее, вот здесь опорный бурт. Вот опять опорный бурт. Значит, вот таким образом они… Докрая вставная гильза опорный фланец. Значит, жесткость фланца должна быть достаточной для предотвращения излишней деформации. Значит, деформация должна иметь ограниченную величину. Низкое расположение опорного фланца способствует улучшению охлаждения наиболее термически нагруженных частей гильзы и поршневых колес. Значит, лучше охлаждение, когда находится опорный фланец здесь внизу. Значит, охлаждается здесь лучше, чем в этом случае. Значит, здесь большая жидкость омывает верхнюю часть. Значит, верхний торец гильзы должен выступать над на упорной поверхности блока на 0,05 до 0,15 мм с целью более надежной гильотизации газового станция при затяжке анкерных шпилей. Машину стенок цилиндра назначают минимально достаточно для ограничения до уровня его допустимой деформации. Значит, обычно для стенок мокрых чугунных гильз это до 5 до 8 мм. Значит, далее уплотнение гильзы в нижнем поясе. Вот уплотнение вот здесь вот таким образом. Значит, это первая гильза цилиндра. Это блок карта. Три. Кольцо для уплотнения станции. Четыре. Антикавитационное кольцо. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Это уплотнение газового стыка. Значит, уплотнение газового стыка применяется для для предотвращения прорыва газа в охлаждающей жидкости между головкой и боком цилиндров. Уплотняются прокладками. Вот таким образом. Значит, уплотнение газового стыка. Здесь. Вот это опорная, единица опорная плоскость. Два. Центрующий пояс. Три. Прокладка. Четыре. Значит, уплотнающее кольцо. Пять. Резиновое кольцо для уплотнения жидкостного стыка. Значит, в автотактонных двигателях в основном используют прокладки следующих конструкций. Специально прокладки. Цельнометаллические. В виде листа из мягкой стали, меди или алюминия. И наборно-металлические. Представляющие собой набор нескольких тонких слоев мягкого металла. Далее. И прокладки соснового вида сетки или перфорированного листа из стали или алюминия. Обычно с наполнителем из листов граффитизированного термостопа. Для повышения прочности картон пропитывает резиной или специальными связующими жаростойкими материалами. Значит, здесь мы переходим в шестой вопрос. Шестой вопрос. Значит, цилиндр и карта двигателя с воздушным охлаждением. Корпус двигателя с воздушным охлаждением обычно состоит из картера с установленным на нем отдельными цилиндрами. В целях интенсификации отвода теплоты от деталей, формирующих камеру сгорания, наружную поверхность цилиндров и головок цилиндров ориобряют. Значит, делают ребра. Обычный коэффициент ориобрения для ДВС представляет площадь контакта по коэффициенту. Значит, с 15 до 23. Вот этот коэффициент ориобрения. Способ фиксации цилиндров. Отдельно цилиндры на картере различаются следующие силовые схемы. ДВС с воздушным охлаждением. Значит, с несущими цилиндрами, когда силы давления газов воспринимаются стенками цилиндров. С несущими силовыми шпильками. Вот когда головка и цилиндры сжимаются усилиями производительной затяжки, вот эта затяжка с этой шпильками, они воспринимают нагрузку шпильки. Значит, по ориобренную цилиндров ДВС воздушного охлаждения изготовляют отливкой тысяч губна или алюминиевых скалок. В ряде случаев используют биметаллические цилиндры, представляющие собой шпильную гильзу, нарисованной на нее алюминиевой ориобреной втулкой. Значит, здесь нонометаллические. Вот здесь цилиндр ДВС с воздушным охлаждением. Ассет рисунок Б – это, если чугун металлический, значит, чугун делает ребра из алюминия, алюминиевого сплава. На интенсивность теплоотвода у ребра существенно влияет шаг между ребрами. Значит, треть шага приходится на толщину ребра. Если шаг недостаточен, то у основания в промежутке образуется застойное мертвой зоны, и эффективность охлаждения уменьшается. Значит, в практических конструкциях величина шага находится в пределах от 8 до 3,5 мм. Высота ребра – это 14-18 мм. Температура подогрева воздуха, когда при прохождении между ребрами может достигать 60-70 градусов, значит, температура. Воздух, проходя через эти ребра, нагревается на 60-80 градусов по Цельсию. А скорость между ребрами – до 50 м в секунду. Значит, с такой скоростью воздух проводит через ребра. Головка цилиндров, значит, наиболее, значит, здесь тоже, когда двигатель воздушного охлаждения имеет тоже, считается, один из наиболее нагруженных элементов. Температура, допустимая температура – 250-230 градусов по Цельсию. может достичь очень кратковременно до 260 градусов. Значит, время нас поджимается. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok